всем привет вы снова на канале уазис миссис смит и зовут меня людмила друзья партия растений отправляется к надежде с канала зеленая жизнь сейчас я их буду упаковывать давайте посмотрим что отправлять буду а саму упаковку наверное ускоренном темпе под музычку сделаю потому что надя любит получать растения без грунта без грунта мох я уже приготовила надеюсь что мне его хватит и что же что же что же деленка антуриум хрустальный да замечательная деленочка новый лист вышел еще не успела крепнуть так едем дальше хоя крем санквин как и обещала но она выпустила совершенно белый рост поэтому мне пришлось его удалить в три листочка этот старенький я знаю что надя ее уже получила из другого источника по моему а цветы вот но это надина все равно растений я думаю что она у нее очень быстренько даст новый ростик и пойдет в рост тоже вытряхнем дальше фейерверк фейерверк аглоанема тайская рассада очень хорошо пошла в рост тоже поедет без грунта дальше хамоломена камуфляж помните эту посылку когда у меня растения пришли все вареные я их отпаивала вот одна из хамоломен чувствует себя получше и дорогу она перенесет лучше поэтому именно она поедет вторая ну не в лучшем состоянии так скажем выпустила первый листочек после приезда ну вот примерно вот такого вот размера может быть чуть поменьше даже вот ее нет смысла отправлять она просто не перенесет дорогу ну ну какой смысл отправлять заведомо трупики да а это красавица прямо красавица она уже раскрашивается как полагается первый лист вылез почти по сорту вот такая была и вот такая теперь будет надеюсь что доедет хорошо у нее влажный мох хорошие корешки корешки прямо хорошие наросли а давайте у антуриума покажу мы с вами вместе его делили во время совместной пересадки вот видите корень пошел вот и вот там тоже конечно корешки есть я думаю может без горшка его отправить хотя у него такая обширная корневая даже удаление горшка ему вообще никак не повлияет ни на что едем дальше портулокария портулокария но пока честно сказать я не понимаю это растение это детка должна была поехать в прошлой посылке я ее просто забыла забыла кстати как и хою до забыла поэтому поедет в этот раз но вот портулокарию я наверное не стану вытряхать упакую как то чтобы чтобы она не рассыпала грунт потому что корневая у суккулентов сами понимаете не слишком обширная но вот 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 такие вот волосиночки пересохнет не сама портулокария а корневая у нее пересохнет придется переукоренять а зачем это надо но упакую дальше деточка тиланси сильвер ну вот вы знаете у меня с ней какие-то вопросы опять возникли опять к осени опять вопросы поэтому детку я отделила где-то неделю наверное полторы назад и замазала максим пролетарский максим какой-то непонятный процесс я пока за своей наблюдаю у нее облетела большая часть листьев не знаю не знаю пока еще подумаю что с ней делать но пока вроде бы сидит дальше камнеломка камнеломочка поедет к наде с усами но в принципе их сохранять даже сломанный усик отщипнула сразу вот ну сохраним до усики сохраним тоже упакую именно вот с грунтом корневая у него неплохая уже высыпаться все это не должно хотя у меня конечно вот вы знаете сунулась упаковывать посылка у меня ни одного ватного диска не осталось прошлый раз отправляла свете бегонии и все стринкала вот следующая это агла анема ну скажите кто помните да тайскую агла анему я получала и у нее отщелкнулся материнский пенек я его вернее я его целенаправленно отделила и она очень хорошо пошла в рост вот так вот это выглядит яркая красивая девочка и корневая тоже уже нарастает достаточно быстро агла анема пиктум триколор пиктум триколор шикарная шикарная растень я их делила в свое время тоже показывал на видео вот такие вот у нас корнище мне пришлось даже ей заменить стаканчик на без дырочек потому что она все время норовила убежать но теперь уже надя сама ее посадит она поедет вот так вот во мху и кто еще монстер альба монстер альба совершенно классная с хорошей вариегатностью новый ростик пошел вот видите у нее листочек некрупный но зато самый крупный ростик из всех что вылезли остальные тоже уже укоренились и пошли в рост ростики уже намечены неплохая корневая тоже вытряси поедет во мху барашек адениум барашек вы все знаете да что надя увлекается выращиванием адениумов и специально для нее вот это вот растень поедет к ней ну не знаю по идее он бы конечно мог доехать и с открытой корневой подумаю подумаю как лучше сделать но у него видите у него еще размер очень маленький я думаю что он по пострессует да по приезду если я его отправлю с открытой корневой ну кого тут еще может быть вот прямо так и упакую посмотрим и еще пара подарков а касаемо еще растений семена тилансий положила их в пакет с подарком для сонечки сонечке отправляю вот такой вот этот скетчбук по-моему вишня в сахаре он назывался у него бархатная такая классная обложечка и двух двух цветов листочки я надеюсь что он ей понравится а самой надюше отправляю отправляя вот такого вот забавного ну вот в руке да его очень сложно показать вставлю небольшую вставочку видео снимала его это паучок паучок замечательный такой болтающийся легкомысленный это подарок на день на день рождения надюшка с днем рождения я надеюсь что моя посылка успеет до тебя дойти хотя остается всего неделя и судя по тому как работает почта может конечно задержаться но все равно все равно надюшка с днем рождения все хватит любоваться сейчас я это все запакую наверное не буду показывать упаковку потому что мне придется вытрясти большую часть растений из грунта и упаковать в мох и потом уже еще раз включусь собственно вот растения упакованы вроде бы вроде бы на этот раз ничего не забыла единственное что для детки тиланси придумала странновато странновато странноватую да конструкцию мне не хочется чтобы она помялась а тубусы потяжелее они ее могут раздавить поэтому ну вот вот как то вот так надежда наверное будет распаковать материться ну ладно ладно сейчас мы это дело все погрузим оформим посылку и все и на отправку пакую уже вторую посылочку первая для нади уже готова вот она ну и по сравнению с надиной посылкой это посылка для кати здесь всего два растения и вы можете сказать что это за фигня да а я вам отвечу это не фигня это рассада главные помните мы их получали в июне месяце и распаковка с этими растениями на канале есть плюс меры по адаптации ну вот пока пока они тормозят честно сказать и мы с котей договорились на обмен я и должна послать вот эти две аглоанемы ну ну минимальная посылка да получается безобразие какая минимальная поэтому я катюш предложила прислать еще одну аглоанемку в довесок вот эту микроскопическую штукенцию я тоже кати пошлю это фрагмент от аглоанемы пиктум триколор как я ее резала видео на канале тоже есть ой простите одной рукой не очень хорошо вот видео на канале тоже есть и вы знаете я порезала свою пиктум триколор на свой страх и риск честно сказать без особой надежды что она у меня укоренится я ее порубила буквально на фрагменты с одной почечкой да чисто ради интереса а не возьми и укоренись все до одного и пошли вот такие вот замечательные ростики так давайте корешки посмотрим вот они видите корешочки Катя конечно Катя конечно в панике говорит я с такими растениями еще дела не имела что-то как-то не знаю я говорю ничего страшного да к тому же пиктум триколор у нее тоже нет поэтому поедет вот такой малыш но поедет это 50 миллилитров стаканчик поняли да вот и две аглоанемы из из серии рассада тайских аглоанем Red Star и Don Funk Red ну но отправлять такую посылку дело неблагодарное согласитесь поэтому поэтому опираясь на Катину утверждение что она интересуется тремя видами растений это аглоанемы аллоказии и орхидея я решила сделать ей сюрприз и без спроса послать ей котлею да котлею на днях я ее делила это тот самый волосатый свинь помните так что получается что я Кате подложу свинью да вот так сейчас я их упакую а кстати кстати и знаю что сегодня я буду паковать посылки я конечно вчера вечером в экстренном порядке решила сделать вот такую игрушку вот это 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 по идее это гусеница да это утверждение а не вопрос вот это гусеница мастер-класс был по созданию червячка но вот почему-то мне захотелось сделать из червячка гусеничку я думаю что очень даже получился я вам вставлю видео более хорошие съемки да именно этого насекомыша чтобы его можно было рассмотреть в подробностях и чтобы он у меня тоже остался в памяти потому что вот этот насекомыш он в единственном экземпляре также рассмотреть в ави oh и в в в в в Продолжение следует... У меня есть еще похожая мордочка для насекомыша. Вполне возможно, что я себе сделаю что-то наподобие. Но вот пока он в единственном числе. Так. Вот она. Ну, красавица, согласитесь. Все, приступаем к упаковке. И вот эти растения я вам все-таки решила... Так, вот. Посветлее немножко, да? Не очень. Показать, как я это дело буду упаковывать. Мне нужно заполнить пространство между краем стакана и мхом в данном случае. Да, никакого грунта. Укореняются они, адаптируются, стоят до сих пор во мху. Но вот у этой аглоанемы корешков пока не видно. Пока еще не видно. И я ее не доставала, честно сказать, не смотрела. Вполне возможно, что там еще только зачатки или только старая корневая. Вот эта аглоанемка, ну, тоже не очень, тоже не особо видно. Одним словом, Кате предстоит продолжить адаптацию для них самостоятельно. Ну, времени ждет. Времени ждет. У нас скоро холодная осень и еще более холодная зима. И пересылки, сами понимаете, будут невозможны. Давайте вот так вот уплотним. Так, кот, перестань хулиганить. Уплотню вот так. Вот. Частичные листочки погрузила вот туда в бумагу. Ай, вот. И теперь мне вот этот уплотнитель нужно будет зафиксировать. Ну, по крайней мере, попробую. Вот так вот. Самое главное, чтобы они не выпадали из стаканов во время транспортировки. Сами понимаете, как у нас идут посылки. Так. И лучше с двух сторон, и не захватывая стволик. Так. Пиктум. Пиктум Триколор. Ну, вот я, допустим, хотела бы вот сюда проложить немного бумаги. Надо бы, конечно, было проложить все-таки ватный диск, но ватных дисков, как назло, не оказалось. Они у меня ушли. Последние посылки. Так. Так. Мы это сделаем вот так. Вот. Вот так вот. И вот этот росточек мне надо обезопасить. Я его сейчас сверху накрою такой же стопочкой и вкруговую закрою скотчем. Так. Стопочка. Надеваем сверху. Она поедет, словно до сих пор находится в тепличке. И флажок. Флажок, чтобы можно было открыть. Так. Вот эти аглоанемки будут упакованы в тубусы. А вот котлейку мы с вами упакуем в стрейч-пленку. Такого способа упаковывания растений я еще не показывала. Ну, чтобы не сыпалось отсюда, чтобы мок не сыпался. И сверху тоже. Не знаю, насколько вам будет хорошо видно. Давайте аглоанем уберем, а то они сейчас у меня попадают. Так. Ну, давайте. Все бы ничего, если бы еще стрейч-пленка края от края не отставала. Она очень и очень тоненькая. Так. Ой. Вот так вот зафиксируем. Чтобы у нас ничего не выпало. И, конечно, пропущу несколько раз между псевдобом. Пленка зафиксирует это все. И никуда они уже не денутся. Так. Ну, проходи. Во. Все. По идее... По идее, все. Остается это все завернуть только в тубус. Уложить в коробку. Упаковать. Стой. Упаковать вот эту красоту. И... Оформить посылку, внести на почту. Ну, это я уже, наверное, вам показывать не буду. Все. Ставьте лайки. Пишите комментарии. С вами была Людмила. Ой, this is Mrs. Smith. Всех люблю. Всем пока-пока. А! Да. Надеюсь, что Катя все-таки распаковку снимет. Субтитры сделал DimaTorzok